Привет, друг! Ты на канале Киртоп. С детства они постоянно слышали обидные прозвища вроде Дылда и Шпала. Найти одежду по размеру им очень трудно. Еще сложнее им отыскать свою вторую половинку. Жизнь великанж сложилась по-разному. Кто-то смог воспользоваться своим аномальным ростом и стать знаменитостью, а кто-то прожил очень короткую, полную мучений жизнь. Как выглядят и живут самые высокие женщины в мире, вы узнаете дальше. А еще я вам расскажу о гигантах из будущего. Рекомендую досмотреть видео до конца. В мире живет более 5000 национальностей. Они отличаются друг от друга разрезом глаз, цветом волос и кожи, а также ростом. Так россияне кажутся великанами по сравнению с тайцами. А тайцы в свою очередь смотрят свысока на жителей африканского Мадагаскара, где средний женский рост полтора метра. Чем беднее страна, тем ниже люди в ней. Что это? Совпадение или закономерность? Эксперты научного сообщества NCD Risk Factor Collaboration при участии Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона исследовали длину тела людей в разных странах. Они изучили данные жителей нескольких десятков государств и определили, где живут самые высокие люди, а где самые миниатюрные. Прирожденные баскетболисты и волейболисты обитают в Восточной Европе. Например, в соседней с Россией Латвии средний мужской рост равен 181,4 см, а женский 169,8 см. Эстония тоже населена гигантами. Рост среднестатистической женщины там составляет 168,7 см, а мужчины 181,6 см. Жители скандинавских стран также выделяются высоким ростом. В среднем норвежец вырастает до 79,7 см, а норвежецка 165,6 см. Финны норвежцам под сталь. Мужчины там достигают роста 179,6 см, а женщины 165,9 см. Жители России пониже скандинавов, но тоже отличаются немалым ростом. Среднестатистический житель нашей страны вырос до 176,5 см, а жительница до 165,3 см. Очень высокие люди живут в Северной Америке и в Австралии. Рост среднего жителя США равен 177,1 см. Жительницы 163,5 см. Австралийцы еще выше. Мужчины у них вырастают до 179,2 см, а женщины до 165,9 см. Чем более развита страна, тем более высокого роста люди там живут. Та же Скандинавия, та же Норвегия. Там живут высокие люди и сами страны более развитые, более богатые. У людей питание лучше, лучше физическое развитие, выше рост. Также значение имеет климат. Северяне выше южан. Чем больше нужны сил для выживания, борьбы за существование, тем крупнее человек. Поэтому на юге низкорослому человеку жить проще. Эрика Ирвин, США, 203 см. До 2004 года Эрику звали Уильямом и она была мужчиной. Сделав операцию по смене пола, Эрика мечтала об актерской карьере. Но роли ей предлагали только разных монстров. Поэтому девушка решила стать фитнес-моделью. В этом деле Ирвин очень преуспела. Эльсани Докрус Сильва, Бразилия, 206 см. Эльсани появилась на свет в бразильском городе Соленополисе. Уже в 14 лет она выросла до 2 метров. Девушка нашла себя в модельном бизнесе, став самой высокой в мире моделью. У бразильянки есть молодой человек. Францинальдо старше возлюбленной на 5 лет и ниже ее на целых 40 см. Но это не смущает пару. Единственное, чего молодые люди опасаются, что из-за гигантизма Эльсани останется бесплодной. Каролина Вэльс, Германия, 206 см. Сейчас немке 32 года. При росте 2 метра 6 см. Она весит почти 120 кг. Как и две предыдущие героини видео, Каролина подалась в модели. Из-за своего гигантского роста ей приходится шить одежду на заказ и использовать специальную мебель, немного выше обычной. Мали Дуангди, Таиланд, 210 см. Мали родилась в 1992 году. В 9 лет врачи обнаружили у нее опухоль в мозге. Именно из-за нее девушка выросла до 2 метров. Интересно, что она и дальше растет. Несколько лет назад Мали ослепла. По большей части, девушки не выходят из дома и нянчатся с младшим братом. Гитика Шривостава, Индия, 211 см. Гитика нашла себя в баскетболе. Кстати, огромный рост в семье Шривостава это наследственное. Отец индианки был выше нее на 12 см. Ульяна или Иулияка Семенова, Латвия, 218 см. Иулияка родилась в 1952 году в семье староверов. Девочка росла как на дрожжах. С таким ростом ей была открыта дорога в спорт. Семенова выбрала баскетбол. За свою карьеру в форме советской сборной она дважды побеждала на Олимпийских играх и чемпионатах мира и имела бесчисленное количество других наград. Зейнаб Биби, Пакистан, 218 см. Пакистанка резко начала расти с 15 лет. Тогда же она стала объектом нападок сверстников. Причем дети сильно ее избивали и однажды даже сломали руку. После этого родители приняли решение переехать в Англию. В 2018 году Зейнаб скончалась в возрасте 44 лет. Долгожата Дыдек, Польша, 218 см. Дыдек благодаря росту стала профессиональной баскетболисткой. Играла за клубы Польши, Франции, Испании и США. После завершения карьеры переехала в Австралию. Вышла замуж и родила своих детей. Но прожила Малгожата недолго. В возрасте 37 лет она внезапно скончалась у себя в доме. Она была на четвертом месяце беременности. Сэнди Аллен, США, 231 см. Сэнди росла до 22 лет. В 1977 году ей сделали операцию по удалению опухоли гипофиза, который спровоцировал гигантский рост. Американка официально была признана самой высокой в мире. Но радости это ей не принесло. Всю жизнь она чувствовала себя одиноко и просила организаторов Книги рекордов Гиннеса познакомить ее с кем-нибудь ее роста. Скончалась она на 54 году жизни. Яо Дефен, Китай, 236 см. Опухолью головного мозга страдала и еще одна великанша Яо Дефен. Причем с онкологией китаянка росла еще с детства. Ежегодно она прибавляла в росте по 5 см. Врачи вырезали опухоль. Но здоровья это Яо не принесло. Умерла она в 2012 году в возрасте 40 лет. Весила Дефен 200 кг. Джейн Банфорд, Англия, 241 см. Самая высокая жительница Туманного Альбиона родилась в 1895 году. Уже в 13 лет она почти достигла 2 метров. Из-за своего роста девушка не могла полностью выпрямиться. Умерла она, не достигнув и 30 лет. Ее скелет хранился в Анатомическом музее Бермингема. Дзен, Жулань, Китай, 248 см. Сколиост мешал Дзен встать в полный рост. Прожила самая высокая и зарегистрированных женщин в истории всего 18 лет. История о самых высоких девушках в мире была бы неполна и неинтересна, если не упомянуть о том, что нас ждет в будущем. Невозможно говорить о будущем, не зная нашего прошлого. В последние полтора-ста лет человечество сильно изменилось. Население Земли увеличилось со всего лишь одного миллиарда до более чем семи. В развитых странах средняя ожидаемая продолжительность жизни взлетела от 45 с небольшим лет в середине 19 века до примерно 80 лет в наши дни. Человечество изменилось и физически. Значительная часть представителей нашего вида сейчас выше ростом, чем когда бы то ни было в истории. Средний рост человека увеличился во многих промышленно развитых странах. От Великобритании до Соединенных Штатов и Японии. И прибавка составила до 10 сантиметров. Но если взять данные за последние 150 лет, то кажется, что особенно заметные результаты показала одна страна – Нидерланды. Если мы достигли своего пика на Земле, то как насчет внеземного пространства? Могут ли люди, живущие в космосе или на других планетах, стать выше, чем обычные земляне? Теория о том, что внеземной образ жизни способен изменить параметры человеческого организма, нередко всплывает в научной фантастике. К примеру, в отмеченной рядом наград марсианской трилогии Хима Стэнли Робинсона рассказывается о колонизации человеком Красной планеты. По версии автора, за счет того, что сила тяжести на Марсе составляет всего 38% от земной, уже через пару поколений рожденные и выросшие на этой планете люди существенно возвышаются над своими дедами. Первое место одного из самых высоких представителей Земли занимает Роберт Вадлоу. Американец родился в 1918 году и стал главным рекордсменом с ростом в 272 сантиметра. Непосредственно сам рекорд был запечатлен менее чем за месяц до смерти Роберта. Несмотря на огромный рост, Вадлоу не только окончил университет, но и был масоном, для которого пришлось создавать самое огромное кольцо за всю историю ложи. Во время похорон гроб несло 12 человек. Родители Роберта сильно переживали о том, чтобы после смерти сына его труп не выкрали, поэтому могилу Вадлоу забетонировали. При этом нельзя не отметить еще одного великана в мировой истории. Его рост не был зафиксирован в книге Гиннеса. Но по некоторым сведениям, именно Федор Махнов был самым высоким человеком на Земле за всю историю. По непроверенным данным, рост у Федора составлял 285 сантиметров, это почти 3 метра. Вся семья Федора отличалась невиданным ростом, хотя таких великанов, как он, больше не наблюдалось. Одно время он выступал на арене цирка, развлекая народ. А когда ездить по миру ему надоело, Федор отправился на родину и женился. Умер он в возрасте 34 лет. Мне кажется, теперь видео можно заканчивать. Вы получили достаточной информации о 10 самых высоких женщинах, увидели самых высоких мужчин, которые когда-либо жили на нашей планете, и узнали, что в будущем человеческий род будет только расти. Поэтому не стоит удивляться, если окажется, что ваши внуки и правнуки будут свыше 2 метров роста. Уже очень скоро это будет считаться нормальным средним ростом, а я со своими 190 сантиметрами буду казаться низкорослым пареньком. Делись этим видео со своими друзьями, помогайте своим близким становиться чуточку умнее. Каждый твой лайк, репост и комментарий помогает нам развиваться и улучшать качество контента. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем пока!